Доброе утро, дорогие друзья. Понедельник, недельная глава Вайя Кель. Вы знаете, я вчера проводил урок и потом в комментариях почитал, что вы очень быстро читаете, как на паровоз опаздываете. Это действительно немножко есть так, потому что огромное количество всякого материала, который хочется вместить в эти пять минут, а оно не получается. Реально материалов на пару часов, поэтому тысячу извинений, я постараюсь помедленнее. Итак, недельная глава Вайя Кель. Знаете, это не женская глава. Я сейчас объясню, почему. Вообще, вот все, что, если мы хотим понять корень любого вопроса, я уже говорил это много раз, надо посмотреть, где он в Торе встречается первый раз. Что Бог сказал Аврааму насчет взаимоотношений внутри семьи? Слушайся, Сары, жены твоей. То есть, в принципе, это уже началось. Женский день начался еще с Сары. Но в недельной главе Вайя Кель рассказывается о создании мешкана, переносного храма. И все время подчеркивается роль женщины в этом процессе. Написано, мужчины сопровождали женщин, которые принесли пожертвования. Каждая, которая умела прячь пряжу, приносила с собой пряжу с голубой шерстью и так далее. Каждый мужчина и каждая женщина, которые чувствовали, и так далее, и так далее. На самом деле, акцент в этой главе еще более глубокий. Потому что, если вы посмотрите кто-нибудь 22 стих, акценты, то показывает, что женщины вообще первыми пришли сделать вклад в нас, водились. А мужчины потом просто последовали их примерам. И это поражает еще большее, потому что мы вспомним другое, что при создании золотого тельца женщины отказались отдать свои украшения для создания золотого тельца. А мужчины это сделали быстро и с большой радостью. Женщина обладает способностью, которой не хватало мужчины. Они могли различить настоящее поклонение Богу от фальши. Это было тогда, и это продолжается сейчас. Вообще очень много, ну вот, один из толпов иудаизма раби Акива, когда он вернулся в сопровождении 24 тысяч учеников, горожане вышли ему навстречу. В толпе была женщина, которая все время теснили там, она пробиралась к мудрецу. Оказавшись возле него, она склонилась, пыталась поцеловать ноги, ученики пытались ее прогнать. Но тут раздался голос раби Акива, описывается, который сказал, не трогайте ее. Все, что есть у меня и у вас, принадлежит ей, жене раби Акива. Это замечательная история, можно о ней рассказать отдельно, но не сейчас. Тем самым раби Акива открыл нам удивительный секрет. Оказывается, что обычной женщине, которая вела дом в течение 24 лет, воспитывала детей, кормила их, купала. Женщине, о которой никто никогда не слышал, ей принадлежит Тора Великого Мудреца и 24 тысячи его учеников. Вот это потрясающее открытие. Тут Тора не просто так все это говорит. И не зря она говорит о величии женщины, причем подчеркиваю, величие женщины внутри. Женщина всегда, это то основа дома, женщина это всегда, ну если хотите, глубокое такое духовное понимание дома. Сочетание мужчины и женщины, начавшиеся с первой главы Торы, показывает нам, что другого пути, пути одиночества и всего, это неправильные пути. Вообще написано, в момент бракосочетания муж принимает на себя три обязанности, который зафиксируется, кстати, в брачном договоре. Это кормить, одевать и радовать свою жену. На мужчине лежит обязанность создавать теплую атмосферу в доме. Жена, конечно, должна ему помогать, но обязанность лежит на мужчине. Так написано, я тут ни при чем. А зачем это все происходит? Зачем вообще люди женятся? Написано в Кабале, что от каждого человека происходит свет, достигающий небо. А когда две души, предназначенные быть вместе, обретают друг друга, их свет сливается и с удвоенной силой поднимается то самого единого того существа, которое разделено там наверху. Потому что прежде чем люди соединяются внизу, должно быть, что наверху была у них единая душа. Это сказал Балшентов. Я открою один секрет, пока нас никто не слышит. Когда мужчина, это опять написали наши мудрецы, когда мужчина берет женщину в жены, он делает ей высший в мире комплимент. К сожалению, часто оказывается, что это последний комплимент в жизни. Дальше мужчина начинает, знаете, как этот анекдот, говорит, почему ты не говоришь, что ты меня любишь? Это я уже сказал, что что-то изменится, я сообщу. Поэтому создание дома, создание такой теплой, доброй обстановки, в основном лежит на мужчине. И тем не менее, за всем стоит женщина. А когда у нас есть какие-то претензии к своей половине или кому-то, надо запомнить, что те души, которые уже прошли свое исправление в этом мире, они ожидают окончательного прихода Машеха в высшем мире, там, наверху. В нашем мире находятся и приходят к нему только те души, которым надо завершить свое исправление. Это значит, что все мы не без недостатков. Недостаток присущ этому миру. С этим надо не просто смириться, это надо понимать. Кстати, на себя в зеркало тоже можно смотреть. Поэтому, вот это такое, глава 8 марта там в переводе. Поэтому, дорогие друзья, сегодня начинается глава, даже со вчера, но сегодня, в понедельник, женская глава. Поэтому относитесь эту неделю к женщинам с особенным уважением, любовью. И поймите правильно, что женщине Бог дал больше. Это правда. Браха вы от слуха, всего самого-самого лучшего.